На территории Ленинского района не будет незаконно установленных рекламных щитов. Такой позиции в соответствии с политикой губернатора Московской области придерживается и районная администрация. Однако, пренебрегая законом, недобросовестные предприниматели продолжают промышлять монтажом таких конструкций. В связи с этим в ночь со среды на четверг на Каширском шоссе произошел демонтаж очередного щита. Подробности у Юлии Погасьян. В поздний вечер, а на Каширском шоссе у подъезда к аэропорту Домодедово оживленно. Вопиющая ситуация. Собственник незаконно установленной рекламной конструкции после ее демонтажа пытается возвести свой щит обратно. Разрешения на установку и эксплуатацию конструкции нет. Да и понять, кому она принадлежит, невозможно. Предоставляются лишь доверенности компании ООНИКЭ. Конструкция установлена незаконно. Никакой субъект не может защищать свои незаконные интересы. Незаконный интерес не подлежит защите. Мы обязаны восстановить на территории Ленинского муниципального района законность, извините за тавтологию, и демонтировать все конструкции, которые установлены без разрешения. Представители собственника щита все время активно с кем-то вели переговоры по телефону и на просьбу как-либо прокомментировать свою позицию относительно сложившейся ситуации уходили от ответа. Вы готовы прокомментировать ситуацию? Нет, мы готовы. Вы не хотите его сказать? Нет, не готовы. Однако после долгих уговоров, что может показаться странным, если все действительно законно и прозрачно, кто-то, кто имеет непосредственное отношение к рекламной конструкции, а человек наотрез отказался представиться, решил предъявить свои права. Решение суда у нас обязательно для всех. И, соответственно, давайте будем его исполнять. И в первую очередь те люди, которые должны стоять на страже закона, и которые эти законы пишут. Оговорил представитель собственника информационной конструкции о неком решении суда, по которому кому-либо запрещается прикасаться к имуществу частного лица, то есть к этому счету. Тогда возникает другой вопрос. На каких основаниях физическое лицо могло законно получать прибыль от конструкции, ведь она использовалась для размещения рекламных плакатов? Да и насколько законно был установлен так называемый суперсет, также комментариев мы не услышали. Проведя анализ всего вышепересказанного, начинаешь сомневаться в порядочности предпринимателей. То, что мы видим сейчас, когда люди прячутся за странными названиями, когда люди скрывают свои имена, мы понимаем, что это постыдный поступок, что компании неудобно, не надо идти против закона, не нужно идти против того, что говорит губернатор, против того, что является абсолютно законными требованиями, которые распространяются на территории всей Российской Федерации. За последние полгода по этой трассе уже было демонтировано более сотни незаконно возведенных рекламных конструкций. Но все дело в том, чтобы убрать такой щит, нужно задействовать немало спецтехники, которая стоит денег. А берутся средства из бюджета Ленинского района, хотя они могли бы быть потрачены на куда более полезные вещи. Юлия Погосяна и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ.